Жителям московского квартала удалось отстоять берег Стрелецкой бухты от жилой застройки. Правительство утвердило проект планировки этой территории, где теперь на площади в 23 гектара появятся благоустроенные общественные пространства и социальные объекты. Проектное решение направлено на увеличение территории общего пользования. Предлагается образование земельных участков для организации набережной, озелененной территории, размещение объекта социальной инфраструктуры, а именно дошкольного образовательного учреждения на 250 мест, ну и увеличение территории для размещения уличной дорожной сети с транспортной доступностью. Размещение объектов жилого, общественно-делового и производственного значения настоящим проектом не предусматривается. Максим Жукалов отметил, что у застройщика изымут 12 участков общей площадью 2,5 гектара. Цена кадастровая земельных участков 64 миллиона, но учитывая, что подлежит не полностью изъятию, не у всех земельных участков подлежат изъятию полностью, там где-то часть необходимая для организации общественного пространства или проезда, или прохода, то окончательная сумма будет устанавливаться по результатам оценки в соответствии с законодательством о рыночной деятельности. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил профильным структурам правительства Севастополя контролировать все возможные действия застройщика. Мы уже много раз обсуждали, собственно, эту территорию и как она должна выглядеть. И, соответственно, после этого земельный контроль, вот все наши, так сказать, органы, которые надзирают за, так сказать, правильным использованием земельных участков, прошу тогда, соответствующие там проверки провести, чтобы никакой незаконной деятельности, не учтенной проектной планировки там не происходило. Напомним, жители московского квартала в Стрелецкой бухте на протяжении трех лет добивались того, чтобы под их окнами был красивый парк, а не многоэтажные апартаменты. В 2016 году дома севастопольцев пострадали из-за вырытого под окнами котлована. После многочисленных обращений граждан застройку прибрежной зоны удалось остановить.